Народ израильский решили то и то и то, а что в конце написано? А вопросить Господа забыли. Вот тебе и на. Наши с вами решения, они должны заканчиваться одним. Спросить у Господа, а как мы это делаем? Мы, конечно, это делаем с вами в молитве. Каждый из нас с вами принимает ежедневно множество решений. Пойду туда, мне позвонили то, мне нужно сделать другое. Составляем планы. У великих людей планы расписаны на 2-3 года вперед. Особенно наших специалистов в области электроники. Проглашаешь какого-то брата и говоришь, слушай, у нас следующее воскресенье то и то и то. Он смеется, говорит. На 2 года вперед расписано. Мы очень часто забываем с вами спрашивать решение у Господа. И наш переезд с вами. Давайте мы тоже спросим разрешение у Господа. Благословение Его. Мы приняли решение. Благословишь ли ты, Господи? Или что? Или воспрепятствуй нам. Я захотел сделать то, другое или третье. Благословишь ли, Господи? Или воспрепятствуй нам. Спросить разрешение у Господа. Это и есть наше с вами молительное служение. Господь же не звонит нам с вами по телефону. Господь не пишет нам слова, как мы привыкли петь на стене. Один раз за всю историю руки перста на стене писали у царя. Помните? Ничего хорошего там написано не было. Поэтому, если вы ждете, чтобы вам что-то на стенке написали, не ожидайте, что это будет что-то хорошее. Надо спросить Господа и иметь молитвенное служение перед ним. И он нам обязательно ответит и благословит. Сестрички мои, старушки и молодежь. Молодежи труднее всего найти время для молитвы. Вы знаете, так вот. Сатана загружает таким количеством планов, таким количеством суеты и обязанностей. Хронически не хватает времени. Точнее, его нет никогда. Почему? Так устроила, так устроена современная жизнь. И мне кажется, что вот молитвенная жизнь должна лечь на плечи наших пожилых старушек, пожилых сестер, у которых время распланировано по-другому. Вы помолитесь о Господу с утра, а может быть через каждый час, а может быть целый день спрашиваете Господа о благословении нашей Церкви. И когда молитва вам чувствуется очень слабой, надо ее усилить. И мы знаем, что молитва усиливается постом. Вот об этой сестре и сказано нашей одной из первых молитвенниц Нового Завета, что она служила Господу постом и молитвою день и ночь. Это самое трудное служение из всех, которые есть в Церкви. И я хочу сказать, что это самое сильное служение, которое приводит Церковь в движение. Тут мы с Павлом накануне собрания обсуждали, есть ли у каждого из нас с вами ангел-хранитель. Говорят, есть. В православной Церкви есть целое учение об ангелах. У нас тоже есть вот такое место. Помните? Какое место говорит в Библии, что у каждого из нас с вами есть ангел-хранитель? Или нет? Есть? Есть? Ну, какое место? Напомните мне, какое место, что у нас есть ангел-хранитель у каждого. Ибо ангел его. Да, ибо ангел его. Поэтому Господь через ангелов своих наблюдает за каждым из нас с вами. И вот я так представляю, ангел побуждает нас с вами к молитве. А кого же мы слушаем? Чей голос мы слушаем? И у нас всегда на это нет времени. Чей голос громче голоса ангела? Знаете, это голос сатаны. Вот я удивляюсь. Говорю, Господи, ну ты бы микрофон дал своим ангелам. Или бил бы он меня этим микрофоном по голове, когда я не слышу его голоса. Но вы знаете, вот чужие голоса до нас доносятся намного громче. А у каждой церкви поместной есть свой ангел-хранитель? Некоторые говорят, есть. И ангелу Филадельфийской церкви напиши из Откровения. Другие говорят, что это про пастора написано. А мне хочется сказать, что где-то Господь говорит. И ангелу Шелепихинской церкви скажи. Пусть его проповедники или пусть его служители Увидят народ, что самое главное служение передо мной – Это общение наше с Богом. Это наше действие, взаимное действие с Ним. Но что есть приятнее в человеческом общении, Как увидеть лицо друг друга и что мы любим – поговорить. А поговорить – есть такая пословица, да? И вот только странная ситуация. В присутствии Бога нам хочется молчать. Может быть, нам стыдно с Ним поговорить. Или, может быть, нам сказать Ему нечего. Но Господь с утра до вечера ждет общения. Поговори. Поговори. У нас такое количество мыслей. Вот я знаю, что мысли у нас идут роем, Непрекращающимся потоком. Перескакивают с одного места на другое. Мы вспоминаем одновременно и о близких, и о дальних, и о работе, и о нашем будущем. И вспоминаем наше прошлое. Все, что угодно, кроме одного. Стоит рядом, говорит. Поговори. Общение с Богом – это и есть самое главное служение в нашей сне. Но нам кажется, нет. Вместо поговорить, мы много чего сделаем, А потом узнаем, одобряет Он это или не одобряет. Итак, ангелы, которые стоят или сидят рядом с нами, И охраняют нас, и оберегают, и подсказывают, имеют тихий голос. И надо напрячься, чтобы его услышать. Поэтому сейчас я предлагаю, чтобы каждый из нас осознал себя. Кто я в церкви? Кто? Какое мое служение? Мое служение самое главное – В молитве обратиться к Богу и попросить Его благословения. И для этого не нужно ничего. Никакого избрания, никакого одобрения. Господь не смотрит на соответствие нас в браке, в семье, Не смотрит на наш пол, не смотрит на наше призвание, Не смотрит на наши дары. И для этого мы все придумываем с вами и выбираем. Господь говорит, поговори со мной сейчас. Этим мы с вами и займемся. Давайте встанем, помолимся Господу. Поговорите с Ним, кто про себя, кто вслух. Но молитесь вслух, братья и сестры. Будем благодарить Бога за то, что Он даровал нам за эти годы, проведенные здесь. И будем просить Его благословения на будущее место, где мы будем служить Ему в радости и веселье. Молитесь Господи. И все, что ты и все, и все, и все, и все, и все, и все. Мы собираемся вместе. Мы можем вместе общаться. Есть общая тема. Есть ты. У нас есть твоя информация. У нас есть наши какие-то откровения. Наши, наши жизни, на которых можно свидетельствовать. Чтобы мы и делали это, чтобы мы делали без тебя. Спасибо, Господь, что ты так позаботился о нас. Ты позаботился не только об учении нас, но и о нашем учении друг другу. Мы твои дети, мы часть тебя, мы принадлежим тебе. Я думаю, тебе очень радостно смотреть, когда мы дружим. Когда мы помогаем Богу, когда мы служим Богу. Господи, спасибо, что ты нас собрал. Спасибо, что мы создали этот потрясающий инсентарь. Мы не встретили, когда ада не одолеет. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Господи. Спасибо, 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 Господи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С высоты небес Твоих презри на нас и услышь молитвы наши, Господи. Мы хотим поблагодарить Тебя за все, что мы имели, Господи, до этого времени, в этом помещении, которое Ты нам дал. Все благословения, которые мы имели, и все неприятности, которые мы здесь перенесли, и за все Тебе хвала и благодарность, Господь милосердный. И наше воздыхание к Тебе, Господь милосердный, каждого, переживания, трудности, просьбы к Тебе, Господи, они на ладони Твоей. И куда мы ускроемся от лица Твоего, Ты видишь нас в совершенстве. Господь милосердный, ни одежда, ни крепкие стены, ни высота, ни глубина не может скрыть от лица Твоего. И мы просим, Господи, стоя у Тебя на виду Твоего отцовского благословения, благодаря и поклоняясь Тебе во имя Твое и для славы Твоей наш Бог. Аминь. Присаживайтесь.